добрый день друзья сегодня мы рассмотрим такую интересную тему которая называется работа в море плюсы и минусы ссылку на статью я оставлю как всегда в описании к видео также вы можете оставлять свои комментарии ставить лайки подписываться на канал потому что здесь вы найдете громаднейшее количество информации что касается работы в море что этому предшествует и что моряки делают после окончания контракта ну что ж поехали также я буду оставлять немножко своих комментариев пожалуй ни одна другая профессия не вызывает столько споров как профессия моряка некоторые называют много причин почему не стоит идти в море другие же мечтают о подобной работе мы не собираемся занимать какую-либо сторону и просто перечислим положительные отрицательные стороны профессии моряка начнем с плюсов высокие зарплаты конечно высококлассные специалисты на суше сможет заработать хорошие деньги однако если сравнить средние зарплаты море на берегу то очевидно что среднестатистический моряк имеет высокий доход при этом морской нефтегазовой отрасли уровень зарплат еще выше так что если вы желаете в разумные сроки накопить на квартиру машину и дачу то работа в море это один из реальных путей но это если только должности офицера быстрый карьерный рост если начать морскую карьеру достаточно рано и грамотно и спланировать тоже к 30 годам можно стать капитаном бывали такие случаи на берегу быстро продвинуться по карьерной лестнице гораздо сложнее полное обеспечение во время работы в море пока моряк работает на судне судовладелец полностью оплачивает питание рабочую одежду перелеты гостиницы и другое то есть отсутствуют обычные ежедневные расходы которые неизбежны на берегу особенно это удобно для тех кто копит деньги возможность посмотреть мир и попутешествовать даже с учетом тенденции к уменьшению времени нахождения судна в порту у моряков остается возможность побывать в разных местах нашей планеты что недоступно рядовому обывателю маленький комментарий от меня это было в старые времена настоящее время это максимум один раз я могу выйти на берег за 45 месяцев кроме того автор лично знает нескольких моряков которые после окончания контракта не возвращаются домой а проводят время экзотических странах моряк по большому счету может легко поменять свое место жительства без какого-либо ущерба для своей работы и доходов длительный отпуск большинство моряков отдыхают 46 месяцев в году у меня даже получается 8 10 ни одна специальность на берегу не сможет похвастаться такой продолжительностью отдыха здесь я согласен возможность лучше узнать культуру других стран работ в интернациональном экипаже у меня таких национальностей уже около 14 большинство современных экипажей состоит из моряков разных национальностей работая на судне можно лучше ознакомиться с особенностями и привычками представителей других культур а также попробовать кухни разных народов мира но это как у меня посмотрите морских историях кухни народом мира это вьетнамская индусская что у меня запомнилось филиппинская то понятно тоже кроме того это отличная возможность для совершенствования знаний иностранных языков но здесь бы я поспорил потому что лучше учить язык до того как пойдешь море потому что там такого английского наберешься что кошмар возможность найти высокооплачиваемую работу на это только не в нашей стране многие компании работающие морской сфере при найме сотрудников зачастую отдают предпочтение кандидатам серьезным морским опытом как правило зарплаты в таких фирмах сравнимы или незначительно меньше зарплат в море востребованность большинство современных перевозок на длинные расстояния осуществляются морем других столь экономически эффективных способов транспортировки грузов человечество еще не придумала кроме того человечество наращивает темпы освоения океанов поэтому моряки без работы не останутся даже несмотря на мировой кризис согласно последним отчетам бимка существует некоторый дефицит офицерских кадров а теперь приступаем к минусам тяжелый физический труд работа море по большому счету совсем не сахар рабочий день часто превышает 12 часов отсутствует выходные кроме того на усталость влияет вахтовый метод работы 6 через 6 часов и постоянно смена часовых поясов также зачастую приходится работать либо в жире в тропиках либо наоборот замерзать северных широтах не стоит забывать и о постоянной качке особенно в зимнее время года здесь все правильно опасность для здоровья работа моря достаточно травмоопасны и шреваты серьезными последствиями при несоблюдении правил безопасности некоторые типы судов занимаются перевозкой легко воспламеняющихся и токсичных грузов кислот и других и это тоже добавляет риска профессии моряка также на большинстве судов нет врача поэтому вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь не всегда возможно разлука с близкими хотя последнее время имеется тенденция к сокращению сроков контракта среднестатистически моря которого над 7 примерно 6 8 месяцев в году однако эту проблему несколько позволяет нивелировать развитие современных средств связи интернет ну да иногда 3g помогает пираты зачастую суда проходят через опасные зоны и существует серьезный риск подвергнуться пиратскому нападению огнестрельное оружие запрещено к хранению использованию на торговых судах поэтому при нападении пиратом моряки фактически беззащитны в лучшем случае судно просто подвергается ограблению в худшем пираты могут держать моряков по многом месяце в плену в ожидании выкупа нахождение в замкнутом пространстве работа и жизнь моряка в море ограничено размерами судно хорошо если судно спроектировано по высоким стандартам уровня жизни с большими помещениями и местами для отдыха потому что до сих пор существует много судов с маленькими каютами общими туалетами и душевыми где отсутствуют какие-либо дополнительные удобства например сауны тренажерные залы и другое кроме тесноты на психику влияет длительное нахождение с одними и теми же людьми в экипаже впрочем при работе на коротких контрактах эта проблема не так актуальна дороговизна обучения необходимость регулярно менять морские сертификаты одним из минусов работы моряка является регулярная необходимость проходить переподготовку здесь сто процентов согласен обновлять сертификаты подтверждать рабочие дипломы это не только отнимает время отдыха но и стоит весьма приличных денег некоторые судоводейческие компании в качестве бонусов за работу готовы взять расходы на обучение на себя отсутствие государственной пенсии во многих странах моряки не платят взносы пенсионный фонд и зачастую вообще не платят налоги поэтому рассчитывать на нормальную пенсию в преклонном возрасте не приходится так что забота о проживании в старости полностью ложится на плечи моряка вот и все пожалуй минусов даже больше чем плюсов ну что ж оставляйте свои размышления в комментариях буду читать отвечать всем спасибо подписывайтесь буду ждать всех